Красивые, нежные, очень светлые — это одни из моих любимых стихотворений вообще. Я начну с того, которое более известно, мне кажется, но, если нет. Когда вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите всё о печальном, думаете о смерти, никого не любите, и презираете свою красоту? Что же, разве я обижу вас? О нет, ведь я не насильник, не обманщик и не гордец, хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой. Ведь я сочинитель, человек, называющий по имени «всё», отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляете о концах, о началах, всё же я смею думать, что вам только 15 лет, и потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюблённый имеет право название человека. Еще одно стихотворение просто замечательное. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовнёй. Она немедленно уронила на пол толстый тон художественного журнала, и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места. Всё это было немножко досадно и довольно нелепо. Впрочем, она захотела, чтобы я читала ей вслух Маггита. Едва дойдя до пузырей земли, о которых я не могу говорить без волнения, я заметила, что она тоже волнуется и внимательно смотрит в окно. Оказалось, что большой пёстрый худ с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целуюся голубей. Я рассердился больше всего на то, что целовались не мы, а голые, что прошли времена Паула и Франчески. Спасибо.